Всем привет! И мы что делаем? Мы снова катаем козу на машине. В этот раз у нас катается Даша, и она едет к жениху, к своим бывшим хозяевам. У них там шикарный козел. Да, у них там козел, она там места знает, и в общем за пару дней до охоты мы ее туда везем, чтобы, короче, чтобы ее там любовь морковь случилась. И по-моему, коза вообще отлично приспособлена для езды в машине. Такое чувство, будто ее все время катали в машине, и она прям, муж даже удивился, как она сама запрыгнула в багажник, прям будто только и ждала приглашения. Она, наверное, цирковая. И вон она спокойно едет. Если в прошлом видео, когда мы Варьку везли, купили ее, она, конечно, лезла везде. А вон она спокойно стоит. Мы взяли веревку на всякий случай, чтобы связать ноги, вдруг скакать будет, как сумасшедшая. А она вон она стоит, едет, ничего ей не понадобилось. Вот такая вот у нас Дашенция катается на машине, даже на скорости. Вот такие вот у нас приключения. Ей даже нравится в окошко смотреть. Стоит, смотрит. Умная коза. Умная. Непонятно. То ли она с ним играется, то ли бодается. Вот смотри, что творит, а. Вот бешеная коза. Даша. Такое бывает вообще? Бывает. Прям нифига себе, блин. Невеста какая. Пока Даша уехала к жениху, на несколько дней мы с Варей вдвоем тут гуляем. На наших просторах там муж под запилой дрынчит. Мы тут рядышком. Сколько прошли? Вон там такая простая травка. Ну вот эта жесткая, а там прям молоденькая. Хоть бы ела. Дошли до лужайки, которая заросла тысячелистником, так она напала на эти кусты. А? Варюха. Наоборот, многие животные отказываются есть сено, которое с тысячелистником сушеным попалось. А это наоборот. Кусты тысячелистника растут. А она их прям тут общипывает. А мимо хорошенькой травки, прям мимо проходит. В общем, гуляем с ней вдвоем. Но она более послушная, рядышком прям идет. А вот, например, Дашка, когда мы выходили, она больше упирается. Прям ослы, видимо, родственники какие-то. Ну да, дальше пошла мама. Челистник прям сушеный, грызанула. Еще какие-то сорняки. Нет бы красивую такую злаковую травку есть, которую гуси любят. А она другое есть. Он с нами тут и барсик гуляет. Прошел всю дорогу в леса. От входа, от выхода до лужайки до этой. И барсик с нами тут гуляет. Что, Варюха, вкусный тысячелистник? Прям цветочки съедает. Пойдем и дальше гулять. Ну, сегодня ветрено прям. Ну, я ее на веревочке, на цепочке гуляла. То мало ли, вдруг с ней привычки, как понесется, куда глаза глядят. Потому что от машины она немножко шарахается. А тут мы с ней по нашим просторам на веревочке вроде спокойно прогуливаемся. Варяка, чернобылица вкусно что ли? Ему ни одна зараза не ест. Варица не кусь и не курает. Она вот винограда чуть-чуть пожевала. Увидела красивый куст чернобыльца, его живет. Ну, я честно не знаю, как он называется. По-научному. У нас он так называется. Растет у нас тут кустом. Просто как сорняк. Потому что это сорняк. Руки не доходят, его удадить. И он растет, он растет. Оказалось, как хозяйка нравится. Ну, мы снова гуляем, пока Даша уже не х живет. В этот раз муж предложил без цепочки пойти. Все равно Варька сильно далеко не убегает от хозяйки. Немножко даже побаивается отходить подальше. Поэтому мы решили пройтись без цепочки. Ну, правда пришлось немножко за ошейничек везти, чтобы вывезти со двора. Вот тут рядышком наш танк там отдыхает. Гуси пасутся. Варя здесь у меня. Варя, Варя. Барсик тут в обморок упал. Да? Ай, Барсик. Какой ты стал упитанный. Испугался козу. Она так валяется. В общем, мы опять в нашей веселой компании. Это Барсик. Это Варя. Она хорошая. В нашей веселой компании идем гулять. А мы пойдем сейчас гусей гонять. Варя, пошли. 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 Будешь рядом учиться ходить. Вот такие вот у нас путешествия. У нас уже было маленькое приключение. Как раз, может быть, в предыдущем кадре мельком попал велосипедист. Я как раз успела отключить телефон. А Варька рванула вдогонку за велосипедистом. Хорошо бабульке, которая ехала на велосипеде, зазвонила телефон и она остановилась. Я смогла догнать эту козявишну. Вот у нее какая-то любовь к велосипедам. Как помчалась коза такая. Ой, вот уж приключения с этой козой. Она такая слишком общительная. И недавно тоже проходили дети мимо и пришлось козу держать. Потому что к детям она тоже неравнодушна. Сейчас немножко изменили тактику прогулок. Обычно гуляем, а она только сухие листья подбирает. Ну и более-менее высокую торчащую травку. И тут я присела, стала дергать травинки и причмокивать. Ой, как ей прям захотелось пожевать вот эти кусты, в которых я так причмокиваю. И прям у меня вот тут подбирать. Ах ты, Варька, Варька. Ты что, неприученная травку щипать? Какая-то покушенную ест, сено ест, листья ест, подбирает. А травку саму не щипала. А теперь вот начала прям с аппетитом кушает. Молодец, Варя, молодец, Варя. Вот так и будем гулять. Да, и хозяйка будет с тобой тут причмокивать. Барсик, смотри, подошел тоже рядом, прям попричмокивает. Так, телефон не надо причмокивать. Видите, мое козё, козё, козё. Козё, 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 козё. Вот такие вот у нас козьи прогулки. Пойдём следующий пучок травы общипывать вместе. Ой, Варя, уже кота испугалась. Варя, ну давай, ну-ка давай, приучаемся пастись. Что ж это за безобразие, коза, которая не ест. Ой, трава жёсткая, порезалась. Вот третий день прогулки без Даши. Она всё ещё у жениха. Ничего, Варя вроде немножечко грусть-тоска проходит. Короче, вместе с ней тут пасусь, жую травку. Типа делаю вид, что я жую травку. И она тут тоже присоединяется, успокаивается, начинает тоже чё-то хрумстеть. А то, блин, бедная коза вообще в каком-то стрессе вообще ничего не ела. Да, Варя? Мы думали, ты вообще есть уже, разучилась. Вот, как говорится, аппетит приходит во время еды. Прям активно стала есть. Правда, какой-то там сухостой выбирает, вот вон какая трава. Ну, я спрашивала у Марины Агудовой, переписывалась с ней. Она говорит, да, вот такие вот они социальные животные. Бедные козочки, стресс. Что нету подружки. Ушла в загул подружка. Три дня уже где-то в гостях. А Варьке одной приходится куковать. Да, Варюха? У нас тут сейчас сезон спаски огородов. Трактор на соседнем участке работает. Мы немножечко отошли в другую сторону подальше, чтобы не бояться. Вот такие вот наши прогулки. Ну ничего, вернется твоя подружка и все будет хорошо. Будет она теперь тебя пинать, в самое вкусное отбирать. В общем, будет тебе весело. А, гуси наши тоже там возле танка пасутся. Ну, танк это наша собака. Прикольно, пасутся возле танка. Что она там выбирает? Шпарыш, что ли, прутики? Гуляем, продолжаем гулять. Вот, хоть аппетит появился. Уже пятый день Даша в гостях. Что-то она там в охоту не приходит. Хотя все сроки уже подошли. В этот раз выпустили гусей и тоже пошли с Варей гулять. Ну ничего, гуси едят. И у Вари прям аппетит появился. Без всяких долгих нагуливаний аппетита. Она стала кушать. Может гусиная компания ей нормально так влияет для аппетита. Думает, а сейчас эта толпа съед все самое вкусненькое. И сама он наяривает. Но она больше шпарыш. Он выбирает вот эти плети шпарыша. Больше их ест. Гуси, конечно, травку сиплет. Да, Варька больше шпарыш выбирает. Ну конечно же, Барсик. Барсику, по-моему, нравится с нами гулять. А Даша, не знаю, как она там за нами скучает, не скучает. Но хозяева говорят, пока еще ничего у них не было с козлом. Сегодня мы снова вдвоем с Варей гуляем. Ну как вдвоем, втроем с Барсиком. Еще у нас в компании толпа гусей. Вот, Даша все еще жениха. Варя подуспокоилась и теперь прям с таким аппетитом наяривает мокрую травку после дождя. Хотя мимо этой травы, помните, в начале наших прогулок я возмущалась, какая трава. А коза мимо нее просто проходит, так с тоской смотрит и не ест. А теперь ест все подряд, как пылесос. О, какой большой пучок увидела. Вот, а хозяйка плохого не посоветует. Я еще неделю назад тебе показывала, Варька, что эта трава вкусная. Приближу немножечко. Вот, как вкусно Варе. Даже котику не жалко своих лапок мочить и ходит с нами по мокрым дорожкам. Ох уж эти котики. Ура, наша Дашка едет домой. Снова на машине. Да, любительница кататься. Возвращается домой. Ну, а недельки через три это мы проверим. Была любовь морковь или не была. Получилось что или нет. Так что... Любовь вряд ли, морковь я думаю была. Ну, пока история умалчивает о результатах. Ждите продолжения репортажа. Ты моя коза, мы по тебе скучали. И даже Варька скучала. Все, Даша приехала домой и бегом есть. Скажи, там толпа коз. Меня не кормили. Отгоняли. Да ты ж наша коза. Она даже не начала Варьку дубасить на правах старшей козы. Да, Дашуля, ты соскучилась по кормушке своей. Ну, все. Наедайтесь. О, водное. Отдыхайте. И будем снова жить-поживать. И козлят дожидаться. Ну вот, теперь мы гуляем и с Дашей, и с Варей. У всех аппетит. Ну, не знаю, Даша приехала к нам с козлятками внутри или нет. Но то, что она, конечно, приехала с бложками. И хозяева, которые ее взяли на недельку, увели ее в запуск. Ну ладно, как-нибудь это переживем, это событие. Будем ждать три недели. Сработало у них свидание с козлом или не сработало? В общем, все мы нашей толпой гуляем. Вон гуси наши, Варя. Так, кого-то не хватает, да? Барсика не хватает. Вот и Барсик присоединился к нашей женской компании Даша. И вон там Варя. Да? И Барсик тут с нами прогуливается. Ну что, всем приятных прогулок. Удачного исполнения Ваших планов. И до встречи в новых видео. Пока-пока, друзья. policyя. Надежда Мад